На какие выплаты могут рассчитывать семьи с детьми? Кто может получить региональный материнский капитал и на что его можно направить? Выплаты на детей стали темой прямого интерактивного пятничного эфира в программе «Держите ответ». Мы получили от жителей региона более сотни вопросов. Около 60 через социальные сети. Больше трех десятков человек дозвонились нам во время прямого эфира. Еще 16 вопросов зрители оставили на автоответчике и прислали на Viber. 31 вопрос мы задали в прямом эфире исполняющей обязанности начальника Департамента социальной защиты населения и труда Велгородской области Елене Батановой. Вот самая полезная информация, которую должны взять на заметку родители. В области действует ряд мер, которые регулируются как федеральным законодательством, так и нашим региональным. Это и ежемесячные выплаты на детей, на детей первенцев, на детей третьих и последующих. Это выплаты единовременные при рождении. Это ежемесячные выплаты семьям, где родились дети, до 16 лет мы им выплачиваем. Это и выплаты семьям, где есть ребенок-инвалид. То есть очень большой такой круг мер. Здесь, конечно, нужно сказать, что есть еще и категория такая детей. Ну, не дай бог, конечно, если это ребенок-инвалид. Есть такая выплата одинокой матери, имеющей ребенка-инвалида. Есть ежемесячная выплата на первого ребенка региональная, которую мы платим. Есть у нас сегодня такая мера поддержки. Она, кстати, появилась в области буквально недавно, два года мы только с ней работаем. Это ежемесячная выплата, компенсация затраченных родителями средств на покупку продуктов питания для ребенка с шести месяцев до полутора лет. В Белгородской области эта выплата существует уже несколько лет. Это вдобавок к федеральному капиталу материнскому. У нас есть региональный материнский капитал, который положен сегодня семье, у которой родился третий ребенок. Выплату можно направить как на капитальный ремонт дома, как на текущий ремонт, на погашение ипотечного кредитования. Мы его не путаем с федеральным. Это из областного бюджета предусмотрено такое финансирование. Когда ребенку третьему исполняется три года, родители вправе получить на улучшение жилищных условий. Посмотреть программу, посвященную выплатам на детей, можно на нашем сайте в разделе «Видео», во вкладке «Программы», а также на странице «Мира Белогорья» в Ютьюбе. Интерактивные эфиры мы проводим каждую пятницу в 19 часов. Мы выбираем темы, которые вас волнуют, и разбираемся в нюансах вместе с экспертами передачи «Держите ответ». Следите за анонсами в наших социальных сетях. И если новая тема вам интересна, оставляйте вопросы в группах «Мира Белогорья» в социальных сетях или звоните на автоответчик по номеру 787801.